Какой характер имеет каждый персонаж? Вот как изобразить доброго, беззащитного, умного, но мягкого, свирепого и умного, глупого? На самом деле здесь срабатывает очень интересная закона, которая не далеко не всем людям понятна. Вот это немножко правильно. Более чем полуветна. Один из великих исследований поведения животных, который затем получает Нобелевскую премию, самую высокую премию для людей естественных наук за исследование поведения животных, Николай Тинберген. Вот если вам получатся книги этого автора, а они переведены на русском, в большом количестве, всячески рекомендую почитать. Написано потрясающе легко, хороший повествовательный язык и очень интересно. И там заодно становится понятно, какие основные проблемы, основные методы науки, изучающие поведение животных. Тинберген. Тогда на Нобелевскую премию получили сразу три исследователи поведения. Тинберген, Конрад Лоренц и Фриш. Фриш получил премию за расшифровку первого, первый случай, расшифровку нечеловеческого языка. Какой язык животных был расшифрован первым. И когда была сказана первая фраза между людьми и не людьми. Причем сказано так, что ее больно стоит действовать и и так подобное. Нет, у дельфинов настолько сложный язык, что он до сих пор не по зубам исследуется. Значит, около полу века уже бьются, пытаются забраться языком и дельфинов. И пока сдвинулись исключительно слабо. Пока понятно, что язык у них, так же как в основном у нас, акустический, то есть звуковой. А ведь далеко не у всех живых существ звуковые языки. Намного более распространены другие. Какие языки? Жесток. Языки, жесток и мимики. Язык, позы, танцы, движения. Это верно. А еще язык запаха. Важнейшее значение в мире природы имеет язык запаха. Каждый запах, его оттенок имеет свое значение. Но вот у пчел оказался... Именно язык пчел был расшифрован первым. У пчел оказался смешанным язык. С одной стороны, это танец, язык движений. А с другой стороны, язык запаха. Как раз шифровковый этого языка. Я буквально обессмертил свою фамилию. Деприш. Знаете, много написано. Значит, опять же, спадутся книги Эплата. Все эти степенции. Рекомендую. Ну и Коннольд Лоренц. Который тоже очень много работал с исследованием поведения животных. Не единственное. Так. И у нас, если на его книге, ну для более взрослых, уже серьезных людей, все эти степенции рекомендую. Он агрессион. У агрессии. Так. Ну и значительно более увлекательное для взрослого учтения, допустим, кольцо царя Соломона. По легенде у царя Соломона было кольцо, которое давало ему возможность понимать языки птиц и зверей. Так. Вот кольцо царя Соломона, это книга как раз о языках животных. Значит, человек находит друга о разных собачьих порогах и так далее. У Орнса много книг тоже самое, переведенные на русский. Вот этих авторов всяческие книги. Так вот, Кинберген в свое время задался вот как урожать. Значит, дело было в Голландии на береже Балтики. Если не в Ру, по-моему, именно Балтики, а не Северного моря. Но это не суть в этом. Значит, а важно другое. Там находились крупные колонии серебисской чайки. Много тысяч гнезд на земле вдоль пляжа, неподалеку друг от друга. Значит, и наблюдая за поведением колонии, становится понятна такая штука. Чайки, как и многие пророче, строят гнездо на земле. Поэтому яйца и птенцы как должны выглядеть, для того, чтобы все-таки снизить вероятность быть немедленно съеденными первым попавшим стихом? Как внешний вид. Выглядеть внешний вид, какой у них был. Как камни. Ага. Именно так. Как камни, как галька, замаскированными должны быть. Поэтому и яйца у них имеют такую пеструю окраску маскировочную. И пух тенцов тоже такой он пятнистый. И на самом деле, если это одиночное гнездо, то можно пройти вот так в шаге, а гнездо есть не умеет, так сказать. Так. И просто не увидеть тенцов. Хотя они могут быть уже вот такими крупными. Но при обыкновенном условии, если птенцы бегают, прыгают там, или как себя ведут? Сидят. И сидят тихо, тихо и неподвижно. Поэтому нормальное поведение птенца, тихо сижу, не сидят. Хорошо. Когда прилетают родители с добычей, с кормом, поведение птенцов резко меняется. Ага. Вот здесь самый активный получит больше всего еды. Они начинают вещать, и требовательно долбить своими клювиками по клюву родителям. Кому это удается сделать лучше, получать первую большую порцию порта. Так. Ну вот. И Тиндерлин решил разобраться. А, собственно, как же птенцы отличают родителей от всех прочих? Ну, от всех прочих объектов мира. Грубо говоря, что являются мамой или папой для маленькой новорожденной чеки? Хорошо. Итак, голова чайки, взрослой чайки, будет выглядеть примерно так. Вот здесь она склонилась к дне луны. Мы будем видеть примерно такую картину. Крупный клюв. Верхняя часть клюва называется надклювие у птиц, а нижняя часть клюва подклювие. При этом обратите внимание, у птиц как глаза расположены. Вот уголок рта. Глаза расположены где-то вот здесь, ближе к затылку, или перед уголком рта? Перед уголком рта. Ножди располагаются прямо на основании надклювия. Вот здесь. Вот так. Вот чайка вытянула шею для того, чтобы покормить птиц. Голова у серебрячая серо-бельного цвета, и вот эта серебрячая. Клюв олитковый желтый, или серовато-олитковый. А вот здесь вот на пол клюве, вот в этом месте, находится ярко-аллое пятно. Контрастное хорошо видно. На олитковом клюве пятно очень хорошо видно. Хорошо. Вот внешний серебрячий чайка. Когда мама или папа прилетела, что делают птицы? Они до этого сидели неподвижно и тихо. Значит, они тут же взбодриваются, и начинают со страшной силы молотить клювы на клювы. По клювам родителей, в ответ родители будут их кормить. В ответ на эти действия. Ну и Тинберген решил попробовать. Взял сначала целый чучело чайки, пока родителей не было, аккуратно подкрался, и чучело чайки поднес в гнезду. Так, птенцы тут же заорали, и ставят голлы чучело поплевали. Все чудесно. Тогда он взял точно такую же форму, но отлигую с гипсом, и не раскрашенную. Вот такая серебристая чайка, но чисто белая. Здесь я так делаю. Подносит к гнезду, у птенцов почти никакой реакции. Ну вот так, вяло, некоторые что-то там делают, но почти, в общем-то, не реагируют. А, да. Взял, раскрасил эту гипсовую модельку в цветах ракетной глиочевики. Все птенцы реагируют, как на родителя. Тут же. Покрасил. Значит, решил попробовать. Не целую птицу, а взял вот так вот голову. Напал. Раскрашено. Реакция ровно такая же, как на родителя. Никаких изменений. Хорошо. Но поскольку вся активность была сосредоточена на клюв, тогда решил, а может, еще можно вырезать? Взял вот так один клюв, без головы. Реакция ровно такая же, как на родителя. Знаете? Значит, то есть, на самом деле, кто такой родитель для птенцов-чайки? А это его клюв. Так, и еще интереснее. Попробовал, но если клюв такой важный, может, они отреагируют на чисто белый клюв или чисто черный клюв. Ну, подносим такую же модельку, только однородно закрашенную. Никакой реакции. Не верим. Ни папа, ни мамы. Тогда решил еще интереснее. Ну, хорошо. Если папа и мама это клюв, попробуем представить себе супер папу и супер маму. Вот такого вот сверх родителя. Да? Значит, как потом прилетел? Взяли паучку, просто паучку, раскрасили валидковый цвет и сделали на ней не одно красное пятно, а три красных пятна. Вот так. И птенцы сошли с ума. То есть, прилетел какой-то сверх родителя вот такое чудо, которого наше ведь не было. Самое интересное, что если с одной стороны подлетает нормальный родитель, а с другой стороны вот эта палочка, птенцы нормального родителя не реагируют. Вот подумай, как они это, да? Обычный родитель, а здесь вот супер. Вот на самом деле у очень многих животных, и на самом деле у всех животных некоторые, причем самые важные, моменты поведения управляются вот такими простейшими сигналами, очень простыми, которые почти невозможно перепутать. Настолько они просты. В науке о поведении эпологии такие сигналы получили название ключевых раздражителей. Ключевые раздражители. Ки Равайзорс. Значит, ключевой раздражитель его восприятия как будто отбирает, ну, как ключ может подбирать замок, но представьте, что некоторая поведенческая форма программной реализации заперта на замок. В нервной системе процессы торможения не дают ей прорваться. Так, что может открыть и освободить действие от программы восприятие ключевого раздражения? А вот это безобразие сверх папы, сверх мама будет называться супер оптимальное раздражение. Так, ну, если ключевое раздражение настолько прост, то его оказывается достаточно просто скультифицировать. Взять и разобраться, на что идет реакция и создать раздражитель более мощный, чем соответственно естественный. Примерно такую же картинку получает Конор Лоренц, когда пробует разобраться, как же, собственно, серые гуси закатывают обратно в гнездо те яйца, которые случайно выпустили все. Ну, яйцо может случайно выпустили из гнезда. Если его не вернуть, что будет с яйцом? Он просто погибнет. Поэтому яйцо надо вернуть. Значит, это лучше сделать, не вставая с гнезда, или птица может встать, там, долго бродить вокруг, как опиная это яйцо. Лучше не вставать, потому что если я встал, остальные птицы встывают. Это понятно? Так вот, там устроена врожденная программа, в котором льца у гуси. Во-первых, птичьи яйца имеют форму правильного шара, или нет? Нет. Значит, они вот такой формы. А кто может, объяснить, почему? Чтобы, когда они укатываются, прикатываются обратно. Да не обратно, чтобы они долго не могли катиться по прямой. Понятно? Если вы попробуете куда-нибудь покатить куриное яйцо, оно у вас дольше полуметра не проедет по прямой. Оно будет заворачиваться и останавливаться. Даже если яйцо выпало из гнезда, оно далеко не укатится. Оно становится где-то рядом. Хорошо. Гусь сидит в гнезде. Вот гнездо. Вот на нем сидит папа или мама. Гусь совместный. Заводится о потомстве по очереди родителя. И вот какое-то яйцо выкатилось из гнезда. Вот оно здесь становилось. Значит, что делать? Устрять яйца как ключевой издражитель срабатывает одну и ту же реакцию. Он вытягивает шею в направлении яйца таким образом, чтобы его плюв оказался за яйцом. вот так. А после этого изгибая шею, подкатывает яйцо как гнездо. Ясно, что по прямой оно тоже не покатится. Оно будет как-то вереть из стороны в сторону. Ну-ка, давайте попробуйте предложить очень простую корректирующую программу. Какой сигнал будет управлять движениями головой, чтобы все-таки яйцом закатить в гнездо. По прямой оно катится не будет. Круговой вот так. Вот такой, круговой. То есть, неважно, где яйцо, я высовываю в голову, но так сделаю круговое. Не лучший вариант. Можно как бы взять на голову, если яйцо в одну, то надо взять и как-нибудь его обвить. Так. Если яйцо отклонилось в одну сторону, нам сделать одно движение, а если в другую сторону, другое движение. Значит, на самом деле, как строена программа, сравнивать сигналы, гущие от левой и правой половинки под людям. Есть сигналы одинаковые, то движение по прямой. А если с какой-то стороны сигнал сильнее, то есть яйцо сместилось на эту сторону, то будет ли движение по прямой? Нет. Вот с этой стороны сигнал сильнее, гуща сделает. в ответ на этот сигнал поднимет голову и повернет шею на небольшой градус. Теперь где окажется ключ? Опять точно за лицом. Вот такая настройка. Это уже не ключевое, это направляющие раздражители, которые корректируют поведение. Ключевым направляющим раздражителям учиться не надо. Это врожденная программа, они с момента рождения просто записаны в нервную систему. Хорошо. А теперь, а если вывелось сразу двоица? Двоица сразу закатывать нельзя. Приходится решать, да, какой первый? двоица ближе. Которая ближе. Это хорошая идейка. А ну-ка давайте подумаем с вами вот о чем. А все ли яйца на самом деле имеют одинаковую, ровно одинаковую ценность для рождения? Те, которые больше. Те, которые больше. Это значит, туда случайно попало больше клубка, значит, какой тенец оттуда может быть да. Значит, а вообще-то всем животным выгодно, чтобы эти были слабые силы, но милые, или чтобы они были большие сильные здоровые. Понимаете, окружающий мир на самом деле это очень жесткая система. Всякие там милашки пуси-пуси и так далее имеют не очень большие шансы на выживание. Так? Значит, поэтому, естественно, выгодно, чтобы потомство было более сильное. Но это, гадайте, что будет супероптимальным раздражительным для гусь, Большое. Большое. А, да. Когда Лоренс положил рядом с гнездом модель, гипсовую модель гипца вот такого размера, то гусь сошел с ума. Значит, он не успокоился, пока он это яйцо не скатил. Причем, при этом оказалось, что сидеть он на него не может. Почему? Ну, яйцо здоровое. Гусь, конечно, птица большая, но все-таки в состоянии между латами у него не полтора нет. Да? Поэтому гусь занял страннейшую позицию вот так на полу шпагатя сидя поверх этого яйца и накрыв все сверху крыльями. Мое необычное. Да? Значит, пожалуйста, то есть автоматически сработала реакция совершенно без контроля. Да? вот вам парочка примеров срабатывания плечевых раздражителей. А теперь, как по-вашему, для абсолютно любого позвоночного. Значит, важно ли отречать детеныша от взрослых? Да. Да. А в чем важно? Там взрослые не надо как прижать. А, да, это не дает условия собственного опыта. Ну, это вот такая неприятность некоторая. Позавтракал, но не тем. Значит, восприятие признаков детеныша, что делает в большинстве случаев с агрессивными программами. Ну, и как было сомнение? Тормозит. Не дает прелываться. Давайте подумаем. Мы с вами возились много с фигурной, с черепами, так, вне зависимости от биологического вида. Чем будет отличаться детеныш от взрослых? Тем, что за ситероноскан не слышал. Пропорциями. Пропорциями чего? Головы и головы шеи или художник. Так. Ну, во-первых, голова более крупная по отношению к длине конечностей у любого детеныша. И размеры мужской части. Значит, соотношение мозговой части черепа и челюстной. У всех детенышей какая часть черепа относительно более крупная, чем у взрослого животного? Мозговая. Мозговая. Мы с вами разбираем к чему. А, да, хорошо. А теперь еще одна важная деталь, очень хорошо видна в нашем. Если вы возьмете морду щенка и взрослого собака, морду жеребенка и взрослого кошка, лицо человеческого ребенка и взрослого человека и померяйте относительно размер глаз. Размер глаз это отношение ко всей голове. Что у нас размером глаз будет? У кого? У ребенка. У ребенка. Потому что сразу то, что глазная яблая растет. Ну, оно, конечно, растет, но так же, как головной мозг. Крайне плохо именитно. Ведь дно глазного яблока образовано сплетением нервных клеток. Сейчас. А нервные клетки при жизни умертили? Нет. Значит, размер глазного яблока должен быть очень крупным. Только здесь внимание. Крупным по отношению к этой части головы или к к нежной клетке. Конечно, к нежной. Вот если вы будете сравнивать размер глазного яблока ребенка, размер поисков с албун или вот с верхней части человека, то получите примерно то же самое, что и у зол. А если размер глазика с нижней части лица, а тут же увидите, что глаза здоровые, крупные. Как по-вашему, это характерно только для людей, для всех живых? Для всех. Для всех. А теперь смотрим еще одну вещь, которая как раз важна для изображения детеныша животного человека. Попробуем сравнить вот такое вещь. Вот у нас вещь. Вот у Вот 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 можно взрослый собаке, да? Да. Да. показать, что собака не взрослая и щенок. Какие изменения? челюсти и два. Ну давайте делаем я показал полустоящее мышление. Глазки увеличим так. Леньше мы как челюсть. Ребята, смотрите, у вас морковое отдел черепа относительно крупнее лицевого. То есть челюстного. что будет слиния лба, если вы в этот череп собираетесь засунуть более относительно крупный мозг, а лоб более выпуктан. Вот если вы вот так сделаете, если вы вот так сделаете, если вы вот так сделаете, то вы из взрослых собаки получившим крупное глаза, небольшое челюсти, да, это брюшники не взрослых, а детенышев. Причем брюшники совершенно универсальные для всех, кто звоночит. Может, в всяком случае, гернать и звоночит. мастер, зачем персонажи мультфильмов? Мы собираемся нарисовать, пускай даже и взрослое существо, да, учтите, что ускорение этих сигналов у нас с вами проходит по разряду ключевых раздражителей. Если вы думаете, что только у животных есть ключевые раздражители, то это не так. У человека тоже очень многие сигналы абсолютно помимо сознания, влияют на его поведение, запуская те или иные программы. Да, прошу. Вот, допустим, у меня падает карандаш, я сразу быстро начинаю... Скажите, а новорожденный ребенок будет так реакцию делать? Да. Правда? Он сразу будет хватать, падающий мимо него карандаш? Вы просто не видели новорожденных детей. Вот то, что вы описали, это приобретенный вами рекомендаш. Вот, приобретенный. А, то есть новорожденный это врожденная программа. А тогда, когда я падаю, то я встану в руки, это тоже приобретенный? Скажите, пожалуйста, а вы с самого момента рождения ходите у меня? Нет. А сначала вы как двигаетесь? А когда вы учились ходить, спросите ваших родителей, вы никогда не падали? Падали. А вы всегда при этом успевали выставить руки? Нет. А вы просто в течение года и полутора лет учились это делать. Теперь ваше тело это умеет делать. Но с самого начала такие программы были ли? Нет. Нет, вы это научились. А вот ключевым разрешителям учиться не надо. Это готовая программа. А например какие? Что? Какие ключи? Ну просто к нашей теме к рисованию остальные программы прямого отношения не имеют. А вот программы регулирующие поведение по отношению к разным людям очень даже имеют. Я думаю, что программы такие, когда касаешься очень холодного или очень теплого с разлом придется. Да, это одна из словно болевого репрессия. Ну это не совсем ключевой разрешитель, это просто безусловный болевой репрессия. Если даже новорожденный случайно там лопнул своей ладошкой по канцелярской кнопке, он так и оставит ладонь на кнопке? Нет, он жарет и убьет. Так? Значит, есть действия, которые не требуют научения. Врожденная репрессия. Ну действие в ответ ключевой разрешитель, машинка значительно более сложная, но на самом деле из этой серии научение не требующее. Хорошо. Итак, создаем образ миролюбивого человека, который должен вызвать персонаж мультика, который должен вызывать симпатию и желание его защитить. Защитить, оберечь и так подобное. Как рисовать буду? У глаза побольше. Глаза побольше еще. У луды какой-нибудь такой. Сулыбка вообще штука на самом деле сложная. Если интересно, потом беремся. Ну хорошо, у лука еще. Надо зубы не рисовать. Во-первых, зубов не рисовать, а во-вторых, размер нижней чести. Поменьше. Поменьше. Остренький подбородок, чуть куда-нибудь там можно. Если вы делаете своему персонажу такую челюсть, как Шварцинский, у вас ничего доброго и нуждающегося в защите не выйдет по определению. Уши. Крупные уши. Ну, в общем, да, топытные. Вы можете называть челюсть то, что лучше. Значит, высокий выпуклый лобик, очень крупные глаза, поменьше нижней челюсти, никаких зубов. Похоже на ребенка. Да, именно так. Это, на самом деле, эксплуатация просто герстких челюстей. Лучше идет с клубом. Маленький, глупенький, вызывает желание озаботиться, охранять, никакой опасности от него не ждешь. И бесчисленные поколения людей ловились на эту бабушку. Смотрят на человека, а он соответствует этим чертам. Ну и считают, что никакой опасности от него исходить не может. Ну, он вот так выглядит, но совсем как дитя. Обязательно ли это будет соответствовать реальному характеристическому человеку? Нет, абсолютно. Абсолютно. Но программа, которая старается защитить существ именно с такой внешностью, у нас очень сильная. Теперь, желание изображить какого-нибудь брутального человека. Не обязательно бандита, но такого вот, который утверждает себя и везде всегда. Нижний челюсть какой-то. Большой лоб обязательно или нет? Да, обязательно. А вот большой лоб не обязательно. Большой лоб не обязательно. Ребят, вот эти два набора признаков, они скорее взаим исключающие, чем взаимодополняющие. Знаю, что. Глаза на бородок не небольшие. Да, небольшие, желательно пошире оставленные. У нас много выступающих вперед подбородок. Ну, у тебя уже сказал, подбородок, если при прочем рисунке видно, что он выступает вперед, при пассовом рисунке три четверти, видно, что он широкий. что с толщиной с шеей очень важная вещь. Толстая. У грутажного будет толстая, а у того, кто должен вызывать тоненькую шею, как буратиния. А шейка тоненькая, а жить то хочется. Вот примерно так. Знаю, что. Есть ли из этой стимы исключения? Да, есть ли? Существует вроде бы противоположный набор черт, который тоже будет ассоциироваться не с агрессией, не с агрессией, не с жестким поведением, не с жестким доминированием, а с чем-то таким мягким и не опасным. Можно сделать маленький лоб, крупную нижнюю часть головы и при этом все равно получить ощущение чего-то миролюбимого и не опасного. Там нужно как-нибудь лазерские морщины. Нет, ребятки, когда вы собираетесь брутальность подчеркивать, вы подчеркиваете скелет на основу саму челюстицу. А вот теперь давайте посмотрим. смотрим. Вы будете ждать очень много неприятностей, а это вряд ли. Хотя, обратите внимание, лоб этот носитель небольшой, глаза не гипертрофированы увеличены, а нижняя часть лобок. Чего ты как меня отрубаешь? Значит, что увеличено, не челюсть, а челюсть. Значит, вот это еще одна система, смягчающая и регулирующая отношения, строящая прогноз в сторону, скорее, не агрессивного. А теперь, смотрите, я на физиономию всего немножко деталей добавляю. Ай, известно. Значит, получили сразу такого свинепого кролика готового к отбору. Значит, обратите внимание, откорректировав положение правее, немножечко откорректировано собой, да? И выражение сразу же не будет. Несмотря на то, что общий контур, я оставил крешник. Хорошо.